Ребята, всем привет! В сегодняшнем видео у нас будет полное руководство по оптимизации фоновой активности наших приложений, то есть настройка для более долгой работы наших телефонов. Поначалу кажется, что в настройке фоновой работы приложений нет ничего сложного, но при более детальном просмотрении становится понятно, что в телефоне есть множество непонятных, как для нас, простым пользователям, процессов, с которыми тоже надо что-то делать. Поэтому в этом видео я попытаюсь подробно объяснить, как настроить один из самых важных системных пунктов, который оказывает влияние на время работы, то есть при неправильной настройке телефон будет начинать быстрее разряжаться, скорость открытия приложений, колеса кэшированных данных, связь, мобильный интернет, беспроводные подключения. Для начала откройте приложение «Безопасность», перейдите в пункт «Передача данных», «Сетевые подключения», «Фоновые подключения». И смотрим. «YouTube» – отключаю, так как фоновое воспроизведение, режим «Картинка в картинке» на моем телефоне не отработают, а уведомления «Нок видео» я получаю на почту. «Android Service Library» – отвечает за обновление баз данных, имеет отношение к воспроизведению звука в некоторых приложениях и позволяет системе запускать таймеры, как пользовательские, так и системные, поэтому не отключаю. «Google» – отключать можно, но предварительно рекомендую проверить, чтобы в телефоне были отключены уведомления о погоде, активности, о событиях в календаре и остальные процессы, так как телефон может начинать быстрее разряжаться. «ВК», «Вайбер», «Телекрам», прочие соцсети и банковские приложения оставляю включенными, но сами знаете, чтобы получать уведомления. «Память календаря» – если активно используете напоминание о датах и событиях, лучше не отключать. «Просмотр Ntml» – позволяет просматривать на телефоне файлы в формате Ntml, так как большинство современных файловых менеджеров имеют поддержку этого формата, поэтому отключаю. «Буки» – отвечает за эффект «Боки», то есть работа фоне нужна, чтобы определять возможность редактирования снимка, но по факту является второстепенным процессом, поэтому отключаю. «Галерея» – отключаю, так как я не использую синхронизацию фоток в облачном хранилище. Сообщение, знаем по понятным причинам, оставляю активным. «Какердап» – отвечает за шифрование данных при просмотре сайтов. Если не вдаваться в подробности, приложение практически не имеет фоновой активности, поэтому оставляю включенным. «Конфиг Апдейтер» – отвечает за конфигурацию сервиса в Google. При отключении фоновой активности могут наблюдаться сбои в Google приложениях, но телефон меньше раздражается, так как фоновых процессов у этого приложения достаточно много. «Гугл Плей Сервайс Фор Аил» – отключаю и использую только в браузере Chrome для просмотра 3D-моделей. «Гугл Плей» – если включено автообновление, фоновая проверка приложений лучше не трогать. «Пас Процессор и Прокси Хандлер» – отвечает за обработку и взаимодействие с прокси-серверами. Отключать фоновую активность не нужно. «Система Антроид» – смотрите, следующее – это система Антроид. То есть, с одной стороны, на телефонах с собственными оболочками MIUI, например, все функции системы Антроид дублируются, и пользователям кажется, что фоновую активность этого приложения можно отключить. Но на самом деле у этого приложения есть куда более важная функция – отслеживание состояния наших телефонов. Поэтому, если отключить унифоновую активность, система со временем перестанет правильно оценивать состояние нашего телефона, то есть заряд батареи, яркость экрана и так далее. Поэтому я предпочитаю и рекомендую вам не отключать. «Май Клоуд Синц» – это облачное резервирование на сервера Xiaomi. Если не используете, можно отключить, тем более, что приложение достаточно активное. «Втд-сервайз» – служит для возможности обмениваться данными по сетям Wi-Fi. Оставляю включенным. «google.com.google.com.sd.sandbox» – это инструмент для разработчиков для проверки и откладки от работы приложений на разных версиях системы. Отключаю. Следующее. «Сервис активации Xiaomi». Не отключайте, так как телефон будет постоянно запускать два фоновых процесса без возможности завершения, из-за чего батарея будет разряжаться намного быстрее. «Intent Filter Verification Service». То есть в старых версиях системы при удалении телефона начинал перезагружаться, так как данное приложение является важным системным процессом. И с Android 13 его значение уменьшено, но отключать не рекомендую. «Установщик пакетов». Отключаю, так как фоновая активность этому приложению нужна только для проверки возможности установки. «Настройка устройства Android». Рекомендую не трогать, так как есть вероятность того, что перед обновлением пользователь может забыть включить фоновую активность этого приложения, что в свою очередь будет увеличивать скорость разряда из-за незавершенных активностей. «Приват Компьютер Сервайз». Он будет позволять системе анализировать общение с голосовыми ассистентами и другими интеллектуальными функциями прямо на устройстве, поэтому оставляю. «Файду UAV 1.0 АСМ». Служит для аудентификации на сайтах и в приложениях, в том числе за счет данных биометрии. Оставляю. «Андроид Систем Ветвью». Один из важнейших компонентов системы. Отключать не нужно. «Мобил Девайз Информэйшн Провайдер». Можно не только отключить фоновую активность, но и вовсе удалить это приложение системы. Он служит для рекламы в некоторых регионах. И все. «Карриер Сервайз» и «Карриер Дефолт Апп». Это системные компоненты, без которых телефон постепенно превратится в тыкву. Обязательно разрешаем этим приложением фоновую активность. «Локейшн Сервайз». Именно к этому приложению упрощаются другие компоненты системы, когда им нужны данные о местоположении нашего телефона. А фоновая активность нужна только для быстродействия. Я отключаю, но прежде чем пропустить, также рекомендую проверить, не случится ли сбой в работе нашего навигатора и прочих завязанных на геопозиции приложений. «Ос Логин». Компонент, отвечающий за функцию точки доступа и соединения устройств. Wi-Fi и Bluetooth. Оставляю. «Кам.голком.мбэмс». Дает возможность операторам связи рассылать контент. Не обязательно рекламный, но я отключаю. «Мюай СДК». Рекомендую не отключать фоновую активность, так как это приложение отвечает за безопасность и могут появиться ошибки в одноименном приложении «Мюай». Это была большая часть цикла по полной настройке наших телефонов. Спасибо за внимание. Оставляйте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока.